Добрый день! В эфире Альфа-Новости. Сегодня 27 апреля, среда. И о главных событиях. Приехали. Этого ждали десятки тысяч амурчан и гости со всей России. Но первый пуск ракет из космодрома Восточный перенесли из-за сбоя автоматики. Зато интернет пестрит псевдостартами. На сайтах объявлений на продажу экстренно выставляют ракету «Союз», а в мессенджерах пугают друг друга загрязнением атмосферы. Кадровая миграция. Прокурор Амурской области Николай Пилипчук, вероятно, станет прокурором Якутии. Его кандидатуру со второй попытки поддержали депутаты республики. Она не полетела из-за сбоя в системе автоматики. Специалисты Роскосмоса назвали причину несостоявшегося старта ракетоносителя «Союз». Пуск был отложен за полторы минуты до запуска. На кадрах видно, что ракету окутывают белые облака. Это испарялся жидкий кислород. Далее должно было произойти отделение мачты обслуживания и затем пуск. Но автоматическая система управления дала команду отбой. Глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что за сутки удастся восстановить систему. Резервная дата, на которую назначен запуск ракетоносителя – 28 апреля. Все время тоже 11 часов 1 минута по местному времени. Однако с ракеты уже слили топливо. И есть версия, что из строя вышла особая мембрана внутри ракетоносителя. Ее замена потребует длительного времени. По нормативам, если завтра повторный пуск не состоится, «Союз» отправят на завод-изготовитель. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает «Восток Медиа». Как взлетает первая ракета с первого гражданского российского космодрома, вместе с амурчанами не увидел и президент России Владимир Путин. Сегодня он находился на космодроме, чтобы лично наблюдать за стартом «Союза». Корреспондент «Известий» сообщает, что после отмены запуска Владимир Путин молча отправился в помещение наблюдательного пункта. Первый разбор полетов проходил там, стоя, через стекло было видно, как кто-то держится за голову. Сегодняшний запуск должен был стать 59-м для ракетоносителя «Союз-2». Начиная с 2004 года из этого количества запусков два были признаны неудачными и несколько запусков частично успешными. В 2006 году с космодромом Байконур такую же, как у нас, ракету «Союз-2.1А» запустили с шестой попытки. Причина – технические неполадки. Один распуск переносили по погодным условиям, дул слишком сильный ветер. Предыдущий запуск ракеты такой же модификации состоялся в конце марта с космодрома Байконур. Ракетоноситель «Союз-2.1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» стартовала успешно. Ну что ж, завтра в это же время вновь будем следить за трансляциями ПТВ и смотреть в небо, как делали сегодня, наверное, тысячи амурчан. А СМИ сообщает, что президент России принял решение остаться в Амурской области. Если станет ясно, что на утро можно проводить новый запуск, то глава государства понаблюдает за ним вместе с амурчанами. А до этого проведет в Благовещенске совещание по развитию региона, космодрома и города Циолковский. Многие люди посмотреть на запуск ракеты отправились за сотни километров от своего дома. На космодром обычных жителей не пустили, туда попали чиновники и журналисты. А вот смотровые площадки были открыты для всех. Правда, все ли оттуда можно было увидеть, это знает Ирина Стругачева. Поехали! Пуск ракеты как праздник. Настроение у всех, кто приехал провожать космический корабль, приподнятое. Некоторые даже костюмы приготовили. Из бутылки. Десятилитровый, да? Да. Посмотреть, как ракеты летают. Ради него, все ради них. Для людей организовали семь смотровых площадок. Ажиотажа на них не было. Но некоторые занимали места еще с вечера. Как, например, жители Хабаровска. Семья Семеновых приехала за 750 километров и ночевала в палатке. Во-первых, относительно мерок России недалеко. Во-вторых, отпуск. В-третьих, надо посмотреть, как оно, первый запуск. Все, машина, в принципе, подготовлена. Собрались, поехали, взяли палатку с собой. Многие ради запуска отпросились с работы, а некоторым посчастливилось увидеть старт случайно. Дальнобойщики остановились отдохнуть возле кафе, которое и оказалось смотровой площадкой. Денис Долгошеев везет автомобили из Владивостока в Краснодар. Скажу, ваши машины пережили такое знаменательное событие, так что гордитесь. Ну, уже с Благовещенской едем, с Собачкой ездили. Ну, вот решили остановиться, посмотреть, как взлетит ракета. Ну, и Собачку, думаем, назвать через что-нибудь такого космического. Шарфик шифоновый с Гагарином, 55 лет полета первого человека в космос, 300 рублей. Косыночка с Толковским, с основателем теоретической космонавтики, 300 рублей. Космические сувениры посетителей смотровых площадок расхватывали, как горячие пирожки. Пирожки, кстати, тоже были в почете. Кафе и сувенирные лавки наверняка в день запуска неплохо заработали. А вот обещанных волонтеров на площадках мы не встретили. Люди так и не узнали, в какую сторону нужно смотреть. Ну, так вот здесь нам сказали, вот так направление. На север. Так, да? Ничего не показывали, ничего. Увидим, все увидят. Увидеть стартовый стол и сам запуск даже самой ближайшей площадки невозможно. Несмотря на это, сотни людей пришли сюда, чтобы последовать призыву Роскосмоса и поднять голову. Но держать голову поднятой пришлось недолго. Через пару минут стало известно, что старт переносится. Однако по громкой связи организованно об этом зрителям не сообщили. Многие нерадостную новость узнали от нас. Мы очень сильно расстроены. Столько часов ехали с Благовещенска и вот так вот все. Отбой. Ну, надеюсь, завтра поедем. С флагами, чтобы на фоне взлетающей ракеты сфотографироваться. Мы ехали с Белогорска, у нас было отличное настроение, а сейчас нам его испортили. Ночевать будем здесь, видимо. Это еще 300 назад, потом 300 сюда. Да не, не пойдет. Кстати, организованным группам, которые поехали на старт с агентством по туризму, возвращать деньги не будут. И бесплатный повтор поездки никто не подарит. Это было указано в договоре. Так что, скорее всего, в резервный день желающих увидеть пуск будет гораздо меньше. К сожалению, 27 апреля в историю российской космонавтики, да и вообще страны, не вошел. Надеемся, завтра пуск все-таки состоится. Ирина Стругачева, Кирилл Захаров, Василий Пронькин. Альфа-Новости. А в Благовещенске увидеть исторический запуск собралось не менее 2000 человек. Трансляция с космодрома Восточный шла на площади Ленина. Своими эмоциями собравшиеся поделились с Натальей Погодаевой. К 11 утра на площадь Ленина стали стягиваться сотни людей. Мы в таком восторге. Потому что там полетит президент. Там очень много звезд. И планет. И планет, инопланетян. Прямо радости до самого горлышка. Вдруг что-нибудь у них неудачное что-нибудь будет. Вот из-за этого страшно. Нам разрешили уйти с уроков, с оставшихся и поставить на это грандиозное событие. Буквально за несколько минут на площади Благовещенска собралось не меньше 2000 человек. На большом экране обещали показать прямую трансляцию запуска ракеты. В ожидании люди фотографировались и даже пели. А снится нам не рогат космодрома. Все вместе! Наконец-то Амурская область будет известна еще более. Несколько раз люди думали, вот ракета взлетает. Но на экране транслировали съемки старых запусков. А потом за ракету приняли неопознанный объект над правительством области по виду воздушный шар. Настолько мелкий, что наша камера не смогла его зафиксировать. Время старта уже прошло, но люди продолжали надеяться. О переносе запуска одним сказала наша съемочная группа, другие узнали из интернета и стали расходиться. Столько много народу собралось как бы вообще. На крышах зданий, на сцене все хотели посмотреть. Казака туда сажать и тогда все будет нормально. Ни одна ракета не отменится и все запуски будут удачные. Расходясь по домам, благовещенцы отмечали, что на следующий день вряд ли будет такой ажиотаж. Наталья Погодаева, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Пуска ракеты-носителя «Союз» ждали и в сопредельном государстве. Старт ракеты пытались увидеть жители сопредельного приграничного китайского города Хэйхэ. Около 11 утра многие из них собрались на набережной. Видео об этом снял и выложил в YouTube россиянин, проживающий в провинции Хэйлэнзиан. Ну что, друзья мои, уже 10.18, по благовскому времени 11.18. Ракеты пока не видать. И что я вам скажу, друзья мои, видите, китайцы уже сваливают домой. Они потеряли надежду, потеряли надежду, не хотят терпеть, не хотят смотреть за запуском ракеты. Но мы с вами здесь остаемся, мы будем наблюдать, во что бы то ни стало. Я верю в то, что ракета все-таки полетит. Не дождавшись пуска, автор видео сообщает, что придет снова на набережную наблюдать за стартом вместе с жителями Хэйхэ 28 апреля. В Белогорске запустили свои ракеты. После 11 утра воспитанники авиамодельного кружка отправили в небо самодельное устройство. Они взлетели на высоту 270 метров. Запуск моделей ракет прошел в рамках космической акции «Посмотри в небо». На центральной площади Белогорска собралось сотни жителей. Люди фотографировались возле космической экспозиции, а дети запустили в небо воздушные шары с пожеланиями. Жителей города Зеи пригласили на флешмоб с флагами и подготовили смотровую площадку для наблюдения за ракетой. В самом приближенном к космодрому городе Свободном никаких мероприятий не намечалось. Запуск Союза бурно обсуждался весь день в социальных сетях. С утра пользователи выкладывали фотографии и видео со смотровых площадок. Не дождавшись полета, люди включили фантазию. На фотографиях дорисовывали ракету, а на сайте объявлений экстренно выставляли на продажу ракету-носитель. И также пугали друг друга загрязняющими веществами. Антон Сильвоник изучил среду интернета. К историческому событию люди готовились заранее. За несколько часов до пуска в сети уже появлялись фото и видео со смотровых площадок. Надо оттуда полететь. А в назначенное время многие нацелили свои мобильные телефоны в сторону стартового стола. Но полет ракеты никто так и не увидел. Да, такой подставы мы не ожидали. Люди все в шоке. Все разъезжаются. Перенесли запуск на сутки. Завтра, конечно, такого народа не будет. После того, как стало известно об отмене старта, интернет заполонили совсем другие снимки. Люди выкладывали в сеть фото и видео разочарованных друзей и многокилометровых пробок на федеральной трассе Амур. Некоторые пользователи отнеслись к переносу старта с иронией. На фотографиях дорисовывали летящую в небе ракету. Авторы этих постов свой вариант полета «Союза» сняли на видео. 11.03. 11.04. Где она? Нету чего-то. Где? Не взлетевший «Союз» один из амурчан вообще выставил на продажу. Объявление появилось на «Авито» через три часа после срыва старта в разделе «Большегрузов». Срочно продам ракету «Союз-2.1а». В рабочем состоянии есть небольшие проблемы с системой автоматики. Документы в порядке, страховка до 2017 года. В подарок три новых спутника. Оплата только наличными. Самовывоз со стартовой площадки. Торг уместен, возможен обмен. А некоторые СМИ так хотели опередить друг друга, что отправили «Союз» в космос. На сайтах Life.ru и Извести появились статьи об успешном запуске ракеты с комментариями официальных лиц и радостными заголовками. К грядущему запуску ракеты радуются не все. В мессенджерах распространяется байка с предупреждением о загрязнении воздуха после запуска. Якобы МЧС рекомендует два часа не выходить на улицу и закрыть все окна. В МЧС сообщили, что это очередная выдумка. Наша структура не специализируется на оценках подобных рисков после пусков ракет. Поэтому МЧС в принципе не могло бы распространять подобное. Видимо, кто-то хочет посеять панику среди людей. Хотя пуска ракеты и не было, это событие дало большой размах для народного интернет-творчества. Чем ленты «Амурчан» будут заполнены завтра, узнаем совсем скоро. Антон Сильвонник, Альфа-Новости. А вот в Якутии старты ракеты действительно опасались. В шести муниципалитетах за два дня до пуска был объявлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает официальный сайт Государственной противопожарной службы Якутии. Ракета должна была пролететь над населенными пунктами республики. Из-за этого на работу в особом режиме перевели противопожарные подразделения. В Вилюйском районе на месте предполагаемого падения второй ступени ракеты находится оперативная группа службы спасения Якутии и представители Роскосмоса. Они должны будут после запуска провести поисковые работы. Ранее жители одного из сел республики, над которым должна была пролететь ракета, жаловались в разные ведомства, обращались к президенту Путину и проводили митинги. В результате место падения частей ракеты отодвинули на 16 километров от поселка. Прокурор Амурской области Николай Пилипчук, вероятно, станет прокурором Якутии. Его кандидатуру на эту должность предложил генеральный прокурор России, а глава республики, как этого требует закон, выдвинул эту кандидатуру на голосование депутатом Государственного собрания республики. Однако с первого раза согласовать кандидатуру Николая Пилипчука, Варяга, как назвали его некоторые якутские депутаты, не получилось. В тайном голосовании 29 высказались за, 20 против, 9 воздержались. Но тут же к народным избранникам обратились депутаты Единоросса и глава республики Егор Борисов. Он попросил поддержать предложение федеральных органов власти, проголосовав заново, цитирую, как следует, и не тайно, а открыто. После этого депутаты Госсобрания проголосовали и со второй попытки согласовали кандидатуру Николая Пилипчука. Указ о назначении Амурского прокурора на новую должность должен подписать президент Владимир Путин, пока Николай Пилипчук остается работать в прокуратуре Амурской области. Пасхальные куличи осветили в одной из пекарен Благовещенска в преддверии праздника. Представитель Благовещенской епархии, отец Корнили, прочитал молитву и окропил святой водой праздничную продукцию и цех. Пасхальные изделия пекут уже второй день. За это время кулинары изготовили около 700 куличей, а к празднику испекут около 70 тысяч весом 100, 330, 610, 840 граммов. Купить пасхальные изделия можно будет по цене от 24 до 650 рублей в зависимости от их веса, состава и оформления. Обычный стандартный кулич, потом творожный фон творог с начинкой творога обмазывается сверху белком полуфалбикатом и сверху посыпается с цветным сахаром и вермишелью. Сверху оформляется кремами, взбитыми сливками, свечкой и все. Песни Великой Победы. Смотр-конкурс под таким названием прошел Благовещенский. Мероприятие провели в рамках фестиваля фронтовых песен. Его приурочили к 71-й годовщине Великой Победы. За призовые места боролись пять групп участников. Это общественные организации, творческие коллективы и клубы ветеранов. Они пели песни, читали стихи и танцевали. Победители в итоге получили грамоты и сладкие призы. За что судьба вам уготовила войну? Чтоб дать нам право жить на этом свете. Вы шли, сражаясь грудью на врага. Вас ждали дома, жены, мамы, дети, хранят тепло родного очага. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Международный день джаза в Благовещенске отметят большим концертом. Оркестр Амур-Джазбэн городского Дома культуры готовит новую программу, которую представят на сцене Амурской областной филармонии 30 апреля. На большой праздничный концерт собирают друзей музыкантов со всей области. Из Хабаровска приедут известные музыканты, среди них пианист, лауреат джазовых фестивалей, Илья Лушников, а также молодые исполнители, студенты Краевого колледжа искусств. Мы будем играть сфинг, мы будем играть хорошее сфинговое произведение. Я считаю, что это произведения уже, которые вошли в мировую классику джаза. Это из репертуара оркестра Бодирича, во-первых. Во-вторых, это из репертуара Фрэнка Синатры, такие популярные, как Fly Me to the Moon. Допустим, All of Me, популярные такие джазовые стандарты, мы будем петь, играть. Ну и, соответственно, наши музыканты будут все импровизировать. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин